здравейки ребят вы на канале ford mac ну что же коваленко трунь и зад вперед нейросеть прослушивают песни задом наперед и чоп выходит честно идея очень прикольная учитывая как сейчас развиваются нейросети и как они могут действительно вычленить знаете например куда определенный голос определенные фразы и сделать что-то воистину безумное я только за давайте уж послушаем что получилось поехали целую неделю я брал песни которые у меня прислали в телеграме разворачиваю их задом наперед и прогоняла через нейросеть которая писала к ним субтитры слышать те слова которые вот она смогла услышать их странных запись сейчас мы послушаем это и оценим погнали давайте для начала покажу как я это делал вот есть у меня например файл с песнями из беременских музыкантов я загружаю его в программу данном случае альтеризолф studio вот такие прекрасные песни но мы не любители прекрасного мы любители всякого к этому нажимаем кнопку r нажимаем реверс change и получаем это после этого пишем странно вроде бы сделали реверс а голос муслима магомаева настолько хорош что он даже в реверсе прекрасен create subtitles from audio create и теперь он создает мне пришлось прогонять это через разные нейросети платные которые стоят даже лучше вам не потому что очень часто нейросети делают что-то типа вот позитивная музыка и самое главное на некоторых из них я смог отключить фильтр поэтому будет много контента 18 плюс убирайте детей от экранов и погнали да детей здесь нету яиц тоже беременных тоже все нормально целую неделю этим поставьте лайк пожалуйста в поддержку начнем с новогодней песенки в лесу родилась елочка кто не знает правильно серьезно кто-то не знает очень правильную сторону она звучит вот так в оригинале мальчик танцует вокруг елочки с животными поет про счастье радость про новый год но на самом деле если развернуть эту песню задом наперед то мальчик пытается спасти заблудшие души животных послушайте что он нам говорит начали за какой-то депрессивный вайп а в итоге закончили мусорами которые с батонами что ты мальчик а я я и так делать но даже из такой песни позитивно цените жизнь спасибо вы можете задать вопрос почему же мальчик все это рассказывает животным дело в том что не обошлось здесь без участия ехидного и зловещего деда мороза дед рассказал мальчику что детей уже ждут в урдалаке но он готов дать им предупреждение или шанс дед ну ты же дед мороз ты же должен нести счастье радость в чем твоя мотивация а смотри какой дед мороз из каких легенд потому что вроде как судя по старым сказаниям был еще чисто мороз который любил замораживать и и зверушек и все 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 вокруг так что хрен знает какой-то мороз рассетей нашелся ответ и на этот вопрос друзья вот как-то так если вы сейчас смотрите думаете господи что за наркомани дебил тут в кадре сидит я вам скажу одну вещь разумеется все это делается исключительно безо всякого юмор абсолютно точно считаю что во все эти песни был изначально вложен этот смысл автора сейчас мы лишь раскрываем его 8 мне придется сказать это сарказм все наоборот наоборот вы поняли дальше проверять другие новогодние песни и вы наверно помните вот эту песню да тоже эту песню блять не слышал если развернуть этот отрывок задом наперед то мы узнаем что боги не шутят вот так друзья поэтому я шутить в этом ролике не буду а следующая песня это ой нет 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 к этому вы еще не готовы это будет чуть попозже начнем с чего-то еще более безумно многие из вас писали про бременских музыкантов и бременских музыкантах и правда много и она нашла смысл в них всех которые полностью меняет суть мультик поэтому я не думаю взял все эти тексты загрузил в чат gpt и сказал gpg сценарий мультика на основе этих песен они тех которые там были и вот он у меня открыт и так сюжет начинается сыщика который едет в замок кушать причем кушать довольно необычным образом однако солдаты замка которые в этот момент идут под дабстеп хороший дабстеп добавить побольше хорошего такого бит . вообще будет красота или хотя бы абин брейк не хотят видеть его и устраивают ему засаду в виде лужи сыщик в песне выражает свое мнение на этот пиздец здесь разнесло его господи сыщик зашел песенка в итоге оказывается что задом наперед он там просто стоит и ругается блин как сапожник у ребята вы уверены что нейросети мир захватит может быть может быть не надо так и не освободив машину из лужи он решит сука блять честно судя по таким вот роликом кажется что нейросеть это какой-то кибер-гопник который в будущем будет подходить к людишкам к этим мясным мешкам и спрашивать эй слышь сервера есть айс найду решает отправиться в замок пешком мужик сказал мужик сделать так а этим изречением даже у чата gpt объяснений не нашлось это ужасно это очень смешно но сыщик находится выход видимо имеется ввиду и отправляется на кавказ где принуждает короля выпить а 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 с а а а а а а король крайне раздосадован тем что его дочь недовольна своим подарком он подарил дешевый самсунг она хотела iphone вот это смысл оказывается еще в 60-70 знали о будущих технологиях это мы просто необразованные обезьяны которые не смогли разгадать этот шифр пришлось компьютеру все делать я не знаю что за нейросеть было у трудя но она явно была немножко под шафой после нового года лицо короля когда ты подарил своей девушке утюг а ее просто друг iphone офигеть как бро любит запятые это просто жесть труба дур влюбленный в девушку берет с собой некоторых мстителей и идет в замок ну как идет а я понял что там будет до чаджи пети ты дурачок там труба дура то нет даже разбойники с большой дороги ничего эти роботы не понимают но к сожалению дух труба дура сломили неудачно оказавшиеся в стуле гвоздь и недавний просмотр мультипликационного произведения disney король лев я понял о господи царь шрам это ж на это ж на это ну вот они сломили труба дура и поэтому начинает заниматься там было написано кое-что другое я поменял догадывайтесь сами в процессе он рассказывает технологии производства своей гитары вот это кстати интересно потому что его гитара обалденная на ю тубе один мужик такую сделал вот обалденная прям работа бог ни хрена сушки классно выглядит и респект как он сделал то я понял ок и даже делится тем от каких музыкантов он берет вдохновение окей допустим вода и он начинает видеться всякое разное какая пророческая песня сыр живи санкции рыба ургант еще и америка они явно что-то знали так стоп все вот здесь давайте остановим но все же труба дур доходит до замка однако люди сразу подмечают его искаженное лицо и видимо дальше решают что его зовут сашка и советуют ему куда-то пойти кстати а почему труба дура петличка спалились на съемках получается в замке тем временем сыщик продолжал свой странный обед по поводу этого чат gpt ничего не написал и я тоже боюсь что не могу ничего прокомментировать так возвращаемся к сценарий но приход приход труба дура замечает охраны и собирается уже выполнить свою работу по защите замка однако отвлекается на очень вкусное блюдо а я помню что там будет жесть о до широк тут мясной хотя честно я сейчас такой голодный что я бы тоже наверно за широк от влёкся и забыл бы что я вообще что-то снимаю когда охрана понимает всю серьёзность ситуации она начинает угрожать Это устрашающе Это еще более устрашающе Ой, жесть, блин, почему это не мем? Принцесса эмоций, как у меня, прям вот от этого всего, вообще Я просто в шоке Нет, к сожалению, завершения у сценария Там была какая-то совсем полная чушь Я ее удалил Кстати, насчет слов, которые начинаются с чушь Сейчас покажу кое-что интересное Давай Нет, это было прекрасно, господи Матерящийся сыщик Трубадур, который рассказывает про шиво сыра Америку с ургантом Группа, блядь, из звеней, которые поют про доширак мясной Много мне писали про один популярный сейчас сериал Я не люблю эту тематику и сам такое не смотрю и не хочу Но через нейросеть саундтрек я все же пропустил И получил примерно следующее О, пьялое Ну, кстати, песня классная Вот Я пытался смотреть пару серий, мне не зашло Но вот Вот именно этот, блядь, саундтрек Именно эта песня, она прекрасна Она мне теперь в плейлисте Следующий ролик будет про поющих попугаев Я клянусь В следующем ролике мы снова будем играть на чем-то Писать что-то Я не могу Блядь Следующим, о чем вы меня попросили, было развернуть Песню Айдамира Мугу Черные глаза Ой, блядь Вот мы и пришли, сука, к легенде Ладно Вы знаете, да, которая Вот эта И знаете, что будет, если фразу Черные глаза, которая поется в этой песне Примеризительно всю песню Развернуть задом наперед Вот эта И, блядь, даже подтвердил, что это именно тот самый золотой дождь Я знаю, я уже сто раз это сказал, но простите Почему? Что бы я ни воткнул в нейросети Они слышат либо полную чехарду вообще То есть там нереальные слова какие-то Либо это Ну, получается вот так Развернул задом наперед Едем к следующей пице А дальше уже, честно, была моя инициатива Я решил, что мне немножко не хватает наркомании Как ни странно И решил развернуть вот это Ладно, наркомания сталкивается с компьютерной наркоманией Окей И, во-первых, нейросеть Captions решила, что это песня про вареники А во-вторых, нейросеть DaVinci Resolve всю песню ничего практически здесь не писала А в конце прям разошлась, ребята Давайте этот отрывок я оставлю без своих комментариев Просто, просто посмотрите Ладно Неплохой психоделик получился текст Прям реально психоделик Я, блядь, только сейчас заметил, что здесь В этом клипе у Киркорова прическа, как у Вилли Вонки Капец Это что вообще такое нафиг было? Я лично этого не понимаю, за других сказать не могу Ну, а теперь то, чего вы все так долго ждали Говновоз То, чего вы все больше всего просили Самый неприличный мем моего канала Про песню Говновоз И песня получилась про то, что два крестьянина Чем-то тихо занимались Таким, что заработали даже некое заболевание Таким, что им понадобилась вода Яйца Знакомое лицо Аж пожениться А что она там забыла? Хотелось Они смешивали странные блюда между собой Так что же они там делали? Чем же они там занимались? Что вы, мужички, творите? Боже, боже Ай-яй-яй-яй-яй Дело в том, что они как Джесси Уолт в славные времена Варили соус Соус вкуснее которого в мире не найти И, видимо, возили его вот на этой вот На говновозе Затем, напевая к лютой гангстерэп Они приехали к людям показывать свой соус Своё изобретение Попросили людей тихо сидеть и не двигаться И начали заливать им соус прям вокруг И объяснили, конечно, что же они им дают и зачем Но когда гости попросили показать им, где уборная Боже, фу, это отвратительно и смешно одновременно Они поняли, что запороли соус Зато благодаря ремерсу мы узнали, что По сути, это говно Изначально планировалось соусом Но партия оказалась Ну, говном Ну, вот как-то так, друзья Сегодня мы с вами узнали секреты и тайны многих песен Я провел кучу времени, делая всё это Сомнительное предприятие Конечно, мне больше хочется на чём-то играть и что-то записывать Но иногда надо и так Поэтому поставьте лайк, если вам понравилось Если было интересно или смешно До следующих роликов И всем пока, друзья, родные мои, любимые Спасибо, Коваленко Спасибо тебе большое Это было охренительно, блин Никогда бы не подумал, что нейросети могут до такой степени прийти Я, честно, ожидал, что просто будет что-то Относительно бредовое, странноватое Но буквально с матерщиной Вот с такой прям жёсткой, бредятельной Порой наркоманией на уровне психоделика Под ЛСД Ай, короче Спасибо, Трую, за такой подгон Это было охренительно Спасибо за заказ данного ролика Респект, лайк, обязательно поддержите Автор оригинального комментария Колокольчик Заходите по вкусным ссылочкам в описании И спокойной ночи, дружки Порядки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!